Итак, добрый вечер. Добро пожаловать всем присутствующим. Меня, кто знает, кто не знает, зовут Артем Кирпичен. И наша встреча сегодня будет посвящена Великой Октябрьской социалистической революции в международном контексте, потому что день близок, уже через 7 дней будет столетие той знаменательной даты, после которой все уже не были. И благодаря которой страну под названием Россия будут вспоминать еще через 500, через 700, через 800 лет. То есть будет скорее всего самого главного события в истории данного государства, данного региона. И мой сегодняшний доклад будет посвящен рассказу о Октябрьской революции в международном контексте. Но это будет не рассказать не о том, как Октябрьскую революцию воспринимают современники, о том, как ее воспринимали Знамшоу, Черчилль, другие гампи, другие фигуры того времени, а именно показать ее место в процессе мировой революции, которая разворачивалась в первой половине 20-го столетия. Вообще, нужно я вам сказать, что Великие революции это не были изолированные явления. Каждый представитель правящего класса вам предупредит, что беда одна не приходит. Вместе с одной революцией приходят и другие революции. То есть и революции идут потоками, идут цикла. Почему? Потому что, как правило, революция это следствие регионального или глобального социального, экономического и политического кризиса. Вот сегодня мы празднуем 500 лет. 5 столетий со дня знаменитого события, начала реформации, которая, в общем-то, тоже была революцией. Что? Сегодня? Сегодня? Или вчера? Да. Вот. У меня поправили, кто-то, где есть, как-то. Соответственно, щебнивайцы, которые могут уточнить эту информацию. То есть, во всяком случае, в эти дни мы празднуем 500-летие данного замечательного события. Но вот, на самом деле, реформация это и было начало целой череды революций, которые начались в начале 16 века. То есть, крестьянская война в Германии, затем восстание коммунароса в Испании, гражданская война во Франции, которая, в общем-то, тоже имела бы очень глубокий социально-экономический корни, и, возможно, при неком другом исходе французской буржуазной революции бы произошла на 200 лет раньше. Разумеется, революция в Нидерландах и революционный процесс 16-17 века, он завершился, как известно, на английской буржуазной революции в 1640-х годах. Причиной этого периода воинной революции был, во-первых, глобальный кризис фиатальной системы, который начался уже с 15-го столетия. И второе – это экономические изменения, прежде всего, революция цен, которая произошла после открытия Америки, после того, как золото, американское храбрировано на европейский рынок, произошла инфляция, которая прошла с запада на восток. Мы можем проследить, как волна революционных правил потрясений, преступления, она также развивается сначала Испания, Франция, Нидерланды, и потом начался на 100 век, это такой до Восточной Европы, и мы имеем следующее время в России и потом в Польше. После этого у нас следует 100 лет реакции, которая нашла свое выражение в форме абсолютистской диктатуры. То есть все-таки феодализм, он в большинстве странах смогут держать свою власть, а она хуже в новой форме, именно в форме абсолютистского государства. То есть это будет первое регулярное полицейское государство, которое мы сначала увидели во Франции Ледовико XIV, потом в небольших немецких нежествах, и уже по немецкой модели этого скопировано Петром I в России. И новая революционная волна у нас начинается во второй половине XVIII столетия. Сначала это американская революция, затем идет Велико-французская революция, но надо сказать, что одновременно происходит еще несколько выступлений, которые остались на заднем плане. То есть американская революция и Велико-французская революция, она нестеньла эти события. Но, скажем, были выступления в австрийских Нидерландах, были революционные движения в Голландии, как раз на конуе Великой Французской революции, что в дальнейшем способствовало успеху прорежения революционных армий. Ну и, конечно, на волне Великой Французской революции был процесс революции сверху, то есть эта французская армия прорежала революционные дни по всей Европе. И, конечно, была попытка неудачной революции в Равнании, если я не ошибаюсь, в 1799 году, и затем последовала волна революции в Латинской Америке. Дальше мы тоже знаем, что контрреволюционные силы победили в 1814-1815 году, в 1815 году в Европе. И тогда у нас появилась революционная волна, это 1848 год, весна народов. Большая часть историков считает, что данные события были ограничены 1848 годом. С моей точки зрения, опять же, мы имеем чуть более продолжительный процесс, и в этот период можно включить и события объединения Италии, и гражданскую войну США. И все это заканчивается в 1871 году парижской коммуны, то есть период, который делал примерно 20-25 лет. Опять же, после этого снова у нас происходит стабилизация правящих режимов, и наступает то, что называется белая прекрасная эпоха, то есть капиталистическое общество стабилизируется в глобальном масштабе, наблюдается достаточно заметный экономический рост по всему миру. Вот это вот эпоха Вильгельмцайта в Германии, то есть правление Вильгельма, замечательная военная война России, которую мы потеряли, эпоха французской булки, и конец ее приходится примерно на начало 20-го века. С начала 20-го века мы видим новую волну революции. И, в принципе, сегодня и несколько раньше целый ряд историков, но это не рациозик, причем, как ни страны, историки правых летов, они отмечают, мы не можем говорить и о какой-то изолированной революции в 1821 году. Мы можем говорить о целом процессе мировой гражданской войны, которая началась в первых годах 20-го века и закончилась в 1956 году. То есть я не считаю, что после 1956 года, после мятежа в Венгрии, при кухне наступила некая стабилизация. Хотя я бы сказал, что после этого еще началось движение в Африке, антирколониальной революции. То есть в глобальном плане потрясения продолжались в Венгрии в общем-то до середины 70-х годов. И что мы видим в начале 20-го века? Мы видим целый ряд выступлений. То есть это, во-первых, русская революция 1905-1907 года, революция Ферсии 1906 год, революция в Курции 1908 год, революция в Китае 1911-1919 год, мексиканская революция, очень ашторные события, которым мы сверли, по-моему, около миллиона человек, то есть революция гражданской войны, которая заняла несколько лет. Затем мы видим крупные выступления в западноевролюционных ресторанах в восстании Барселоне. Привет к талонцам! В 1909 году. Красная неделя в Италии в 1914 году. И всеобщая стачка Петаграда в 1914 году, в которой ряд историков, например, Леопольд Хайлсон, считаются преддверием в революции февральской революции. То есть они утверждают, что если бы не ряд субъективных факторов, то русская революция бы произошла в том году, а не в 1917 году. Что послужило причиной этих выступлений? Прежде всего, которые, опять же, проходили по всему, как мы видим, зимой лужа, то есть мы видим выступления в Америке, мы видим выступления в Азии, то есть Таи, Пурции, Персии. Мы видим выступления в Европе. То есть, по-первых, это противоречие между трудом и капиталом. То есть рабочий класс во многих странах Европы, Азии, Америки, он перестал быть классом в себе, он стал классом для себя. То есть рабочие стали многочисленными. То есть у них появилось самосознание как у рабочих. И кроме того, рабочие уже на тот момент имеют достаточный уровень образования, самоидентификации, чтобы заявить свое требование не только на какие-то социальные льготы, преференции, не только на достойную жизнь, но и на управление производства. То есть грамотный рабочий, он на тот момент стал осознавать, что он, в принципе, может отправлять в паблики вместе со своими товарищами не ищут его хозяина. Это такой вот важный момент. Затем вторая проблема, опять это феодальные противоречия. То есть даже в самых развитых европейских странах, Германии, Беликобритании существовали многочисленные феодальные прежнические. Можно привести такой интересный пример, что значительная часть предприятия правящего класса, предприятия феодального правящего класса, который существовал в 14-15 веке, продолжил рассчитывать в Палате Лордов и в английских министерствах в начале века 20-го. То есть последний консервативный компетент министров на конец 19 века Магриста, где он примерно из потоков тех же людей, которые сидели, ну если бы не за крупным столом короля Артура, то, наверное, в Совете Генриха V или Тюдоров. То есть старая аристократия в политическом, если не экономическом смысле, продолжала сохранить свои позиции. Затем мы знаем, что феодальные отношения экономические, прежде всего, аграрные, они существуют не только в России, в Азии, они существуют по всеместным, но и существуют во многих странах в Восточной Европе. Они существуют в России, они существуют в Польше, они существуют в Ингрии, где еще остаются огромные феодальные латифудии. Наконец, существует еще национальный вопрос, то есть начало 20-го века это эпоха империй, многочисленные народы Азии, Африки и Латинской Америки, они требуют самоопределения, они находятся в зависимом полуколониальном или колониальном статусе. И, то есть, мы уже видим, что как бы уже до Первой мировой войны глобальный миропорядок на тот момент подказался многочисленным атакам со стороны революционных сил. Популярна точка зрения среди буржуазных историографии, что революции 1918-1921 года они были вызваны прежде всего мировой войной. То есть, если бы не произошла мировая война, то старшие режимы продолжали бы существовать в их форме. Но, как мы видим из приведенного списка, это не совсем так, то есть, уже до Первой мировой войны было большое количество революций. И, с моей точки зрения, Первая мировая война, она не ускорила революционный процесс, она его заметила примерно на 3-4 года. То есть, огромное количество рабочих в развитии страны было мобилизовано направлено в армию. То есть, революционные силы были заняты на фронте. Также была ажеминистическая истерия. Социал-демократы они предали, совершили знаменитые предательства, они поддержали свои правительства. Но, война это как наркотик. То есть, с одной стороны, он на какое-то время отдал силы старого режима, но после этого началась ломка, то есть, ситуация ухудшилась. То есть, после 3-4 лет больных массы поняли ее бессмысленность. режимы перестали действовать эффективно, то есть, они не могли даже обеспечить свои воюющие армии. И во всех больших странах утящиеся они разочаровались в существующихся буржуальных правительствах. И мы видим новую волну революции, которая начинается в 1917 году. Хотя, можно сказать, что он начинается еще в 1916 году. Потому что восстание в Дублине, начало ирландская революция, она началась как раз уже в 16-м году. И обычно историография замечает, ну вот была революция в России, была революция в Германии, была революция в Веке. Ихтём. Ну, это абсолютно... В Португалии была революция. Что? В Португалии? в Португалии уже. Ну, в Португалии, если бы все было революцией, то просто нарктисты пересстреляли всю королевскую семью. Ну вот, из-за неимения королев пришлось провозглашать республику. Ну, как я сказал, достаточно большой список революций, которые действительно были до 1914 года. Ну вот, в 16-17 году начинается новый революционный этап, который очень не ограничивается событиями в России, Германии и в Веке. То есть, мы видим одновременно происходит революция в Финляндии. То есть, некоторые считают, что революция в Финляндии была частью русской революции, однако мы могли ее распространять точно так же, как и отдельные революционные события. Революция в Финляндии и гражданская война в Финляндии. Мы видим выступления в 1918 году в Голландии. Кто бы подумал, в них, мол, эти черти водятся. Однако там были масштабные выступления солдат, которые держали на голодном паке в казармах. Вот они поставили, создали солдатские советы, но, как всегда, социодемократы все спустили на тормозах. Советы даже возникали в то время в Норвегии, в Дании, в двух странах Северной Европы. Затем, в 1918 году мы имеем всеобщую забастовку в Канаде. Причем, это единственная всеобщая забастовка за всю канадскую историю. В 1919 году мы имеем забастовку в целом рядных регионов на Соединенных Штатах Америки. И я хотел бы отметить, что, когда мы говорим о всеобщей забастовке, мы имеем в виду не то, что понимаем всеобщей забастовкой сейчас. То есть, бастуют несколько государственных компаний во Франции, в Италии, а большая часть населения этого практически не замечает. Нет, речь шла, по сути, дело, о гражданской войне в миниатюре. То есть, рабочие брали под контроль местные органы власти, сдавали свою милицию, брали под контроль булочную начины, то есть, занимались распределением продовольствий. В свою очередь, правительство и буржуазия направляло в город вазька, полицию, что их говорили, то есть, жили настоящие боисты, члены. То есть, анахисты недавно в то время говорили, что это всеобщая забастовка. Это репетиция революции и гражданской войны. В какой-то степени я готов согласиться с данным определением. В 1917-1919 году начинается так называемое красное дублетие в Италии. То есть, опять же, может, за гражданская война обменять, когда в целом моряде итальянских регионов рабочие, местные советы и органы закладывают города, провозглашают республики в отдельных городах. Рабочие, прежде всего, на севере Милане, в Турине и Берлуте, поскольку контроля завода идут уличные бои между правыми и белыми. Происходит массовое выступление в Аргентине в 1919 году, так называемая трагическая неделя. Тогда вручный порядок между рабочей и полицией погибло несколько сотен человек. Но я хотел бы подчеркнуть, что события того времени также происходят различные события на перенескопе, полуострове, восстание многочисленных рабочих в Испании, всеобщие забастовки, которые продолжаются фактически до установки диктатуры Прима-Довиньера в начале 1920-х годов. И стоит отметить, что эти выступления затягивали не только Европу, то есть революционный процесс, он был глобальный. Одновременно начинается движение в колониях, это в 1918 году происходит выступление в Индии, выступление в Китае, восстание в Египте в 1919 году, антиоколитония, против фактически британского правления этой стороны. Происходит турецкая революция, революция тюрка, то есть Османской империи положен конец, рождается современная светская Турция, происходит также знаменитые рейсовые пункты в Японии в 1919 в 19-м году. То есть когда публицисты и буржуральные исследователи говорят, что Ленин был таким утопистом, видел мировую революцию, непонятно, где он ее взял, но на самом деле для современников факт, что происходит глобальный революционный процесс, не было никаких сомнений. Это мы можем легко подтвердить по мемуарам очевидцев, которые отместны держат страх написать мировая революция, но вот-вот сейчас произойдет мировая революция на пороге. У всех этих революционных процессов было несколько общих моментов, которые я хотел бы отметить. Прежде всего, наиболее успешный революционный переворот произошел на полупериферии католистического мира того времени, то есть в тех регионах, в тех городах, которые можно было бы охарактеризовать как слабое звено капиталистической системы. То есть вот Петроград, где произошла наша октябрьская революция, это было действительно слабым звеном капитализма. То есть с одной стороны столица огромной абсолютистской полуфеодальной империи с архаичными институтами власти. С другой стороны это современный индустриальный промышленный центр с высокой концентрацией пролетариата числа рабочих по-моему достигло 200 тысяч человек, пролетариатом образованным, пролетариатом, который знал о своих правах и благодов их оставить, с городом, в котором находилось также большое количество революционных интеллигенций. другие известные места выступления это Венгрия опять же Будапешт с одной стороны Венгрия отсталая страна с латифундиями с увлеченными аресьянами с другой стороны Будапешт это на тот момент Бугурух пододвигающийся город опять же правом поважен промышленный центр Австро-Венгрии с большим количеством рабочих значительных числых которые были немцами. И кстати такая же ситуация была и в Петрограде евреи ну вот евреи сыграли важную роль во всех этих процессах а кстати вот следующий пункт о котором я хотел бы отметить что рабочий класс на тот момент является глобальным то есть процесс миграции в конце 19-го начале 20-го века имели гораздо более выражены чем они должны быть сегодня то есть был действительно глобальный свободный рынок рабочей силы хотя сегодня капиталисты говорят что мы за свободное предвижение всех товаров но почему-то свободного предвижения рабочей силы самых главных товаров у нас не наблюдается что-то ребята выступают против собственной песни а тогда рабочие совершенно свободно мигрировали по всему миру итальянские рабочие могли ехать в Аргентину поработать там несколько месяцев потом возвращаться обратно себе в Усталю после заработка китайцы ехали работать в Соединенные Штаты и вот эти рабочие мигранты они сыграли очень важную роль во всех революционных событиях которые происходили в той же эпохе можно вспомнить китайцы которые сыграли роль в нашей русской революции итальянцы мегаранты анархисты сыграли заметную роль во время революционных событий в Латинской Америке также там отметились испанцы анархисты которые мегарировали в Аргентину было много евреев латышей диаспоры которые были достаточно сильно радикализированы ну можно еще добавить особую роль в военнопленных то есть опять же военнопленные это были рабочие крестьяне которые прошли через мясорубку первой мировой войны многие из них прониклись социалистическими идеями и мы знаем что с одной стороны русские военнопленные принимали участие в боевых действиях на стороне советских республик гражданской войны и в боевых действиях и в боевых действиях с другой стороны мы знаем что многие части военнопленные принимали участие в гражданской войне в России на стороне красных ну и наконец добавим такой момент что так сказать офицерский состав революции на тот момент он тоже был глобальным он тоже был интернациональным в принципе эти тенденции они существовали уже с девятнадцатого века это отмечал Эрик Хоббсбаум то есть существовала большая уже с девятнадцатого столетия революционная диаспора людей типа Бакунинда и Карл Маркс и Гарри Бальди которые продвигались из страны из страны в страну из страны в страну и принимали участие в революционном движении то есть 10 паркатов их отечеством было все человечество вот и революция в Италии революция в Испании революция в России революция в Швейцарии это было их делом они принимали участие в революционном процессе по всему миру и такая же революционная диаспора она существовала и в начале 20 века мы можем вспомнить таких людей как Анжелика Балабанова мы можем вспомнить Сергея Бартёнов который был активистом революционного движения в Австралии прежде чем вернулся на Украину и стал ожидаем сепаратизм мы вспомним таких людей как Белошатова Евгения Ревине который был лидером баварско-советской республики то есть все вот эти мировая революционные процессы они были очень тесно связаны с другом а также на личностном на человеческом уровне однако в конечном итоге эта мировая революция потерпела поражение то что мировая революция потерпела поражение это так скажем не так строфа это происходит периодически давайте вспомним что скажем революция 1848 года тоже большинство потерпела поражение революционные процессы в 16-17 веке тоже крестьянская война в Германии революция коронавируса в Испании тоже закончилась неудачей то есть неудача революции это рабочий момент но то что революция закончилась неудачей это не отрицает тот факт что сама революция имела место почему революции начало 20-го века потерпели поражение на это несколько причин прежде всего в революции не приняли участие такие важные державы как Англия и Франция то есть державы которые одержали победу в первой мировой войне и как мы знаем в дальнейшем вооруженные силы в целом революционных движений в целом регионах то есть например как мы знаем отношения французы принимали активное участие в гражданской войне в России на стороне белых и за счет полученных в результате первой мировой контрибурции шиналистического удара они смогли подгруппить рабочую аристократию и стабилизировать положение своих стран хотя стоит отметить что и во Франции и в Англии в тот период в 1918 1919 году были мощные пролетарские выступления например в Шотландии в Глазго были мощные рабочие волны многие из которых были связаны с демилибализацией солдат с фронтов первой мировой войны затем второй фактор почему по видеолам контрреволюция заключается в том что война дала массовую базу и для контрреволюционного реакционного движения прежде всего это были ветераны люди которые после окачения боевых действий единственное что знали это убивать никакой профессии у них нет возвращаться к мирному другому они не хотели и вот эти ветеранские организации они создали костях реакционных а во многих случаях будущих фашистских или протофашистских организаций то есть это фрайкорг Германии это американский регион Соединенных Штатах который гробил индустриальных рабочих мира и занимался погромами красных это фашистские организации в Италии кстати знаменитые батальоны смерти в России из штурмовых отрядов первой мировой войны да она в значительной степени еще и офицерской была войны войны и конечно важным фактором который играл против революции это было отсутствие революции революционных партий и предательство демократов известно которая особенно ярко проявила себя в Германии мы конечно после советского опыта мы можем критиковать партийное строительство можем критиковать авторитарные устройства многих партий но все-таки надо признать тот факт что партия это единственная система организации пролетарщиц которая совершала на 20 веке революцию я имею ввиду социалистические пролетарские революции другой форм организации революционного на данный момент к сожалению не знаю если будет создан новый я буду очень рад единственная партия пролетарская которая была адекватно вызвала у времени это оказалась партия большевиков России которая добила русскую октябрьскую революцию до победного конца и именно победа октябрь революции она определила дальнейшее развитие событий то есть именно благодаря ей революционный процесс он не закончился в период 1918 1921 году он продолжался еще фактически до второй половины 20 века то есть русская революция она оставила и фактор советский союз дальнейшим фактором его существования он продолжал оставаться стимулом глобального революционного процесса который продолжался на протяжении следующих десятилетий и вот в принципе та информация которую я хотел бы вам сегодня представить island напиток б л л л